Беседа между его божественной милостью Ачебах Тивидантой Свами Прабхупадой и сотрудником ЮНЕСКО 11 августа 1973 года в Париже, Франция. С тех пор, как я побывал в Лондоне, я надеялся уже много лет побывать в центре Харе Кришна там. Вы были в нашем храме много раз, да. Я читал все буклеты, которые выходили обратно к Богу, я тоже читал. У меня нет книги Багватам, но я читал ваши переводы. Вы индиец? Да, я индиец. И я вот уже долгое время работаю в Париже. Я в большей и меньшей степени уже житель Парижа, работаю для ЮНЕСКО и я писатель. Я езжу часто в Индию. Здесь у меня штаб-квартира, еще недолго времени уже находится. Сколько вы здесь живете? Во Франции 25 лет. Откуда вы прибыли? Из Пенджаба. Из Пенджаба, да. Раньше он был разделен на две области. Из какого вы района? Из какой области? Из Лахора. Город Лахор. Да, я там преподавал. Затем, прежде чем он разделился, я приехал сюда. Я бывал в Лахоре в 1925 году. Там, в Лахоре. Было много бенгальцев. Да. Один бенгалец, его звали господин Митха. Это династия врачей. Я гостил у него. Они очень успешные люди. И они жили там уже два или три поколения. Династия Митхи. Там также был один бенгалец. Бермитха. Я не помню. Да, там достаточно много бенгальцев. Да. Они давно там живут. Я ездил туда в 1925 году в Кашмир. И по дороге в Кашмир я остановился в Лахоре, в Амрицаре и в других местах. А впервые вы приехали в Европу где-то шесть лет назад? Да. Правильно. Через год или через два я отправился в Лондон и там я увидел информацию о вас. Конечно, я читал книги. Здесь тоже я встретился с некоторыми людьми. Сначала здесь все начиналось на бульвар Распайл. Затем все переехало на Фонтонео Оксроуз. Он был последовательным в нашем движении здесь в Париже тоже. Да, да, я встречался с преданными и на самом деле этот молодой испанец, он нам показал. Я встретил его, когда он продавал что-то там в аптеке. Малые и другие товары. Вы видели наши книги? Нет, я видел лишь несколько книг в Лондоне. Почему вы не показали ему книги? Покажите ему. Я не видел новые еще. Принесите все книги. Кшимат Бхагаватам? Эти книги гораздо лучше. В течение шести лет эти книги были выпущены. В самом деле, да. Это фантастика. Не знаю, как вам это удалось. Столько работы. Потрясающе. Я работаю по ночам. Я пишу книги. Я продолжаю работать. Ночью я пишу. В ЮНЕСКО. Они не считают необходимым постигать Бога, духовную жизнь. Это очень важный вопрос. Я думаю, что истинная проблема в том, что все они бюрократы. Они сидят в кабинетах, создают рабочие места для других служащих. Я был одним из первых членов. Я приехал, когда нашим президентом был доктор Радхакришна. Я приехал на самых ранних этапах существования ЮНЕСКО. В те времена было чувство, что это важно. Но поскольку эта организация стала правительственной, поскольку каждая религия считает, что они должны играть в этом какую-то роль. Что сделало ЮНЕСКО? Они выпустили в десяти томах научную, культурную историю человечества. Но этот фолиант он охватывает лишь отчасти философию и лишь отчасти касается религии. Единственные религиозные книги, которые выходили в ЮНЕСКО, это книги Макс Мюллера, их переиздали, и несколько переводов произведений Туласидаса и некоторых других философов, таких как Шанкара. Но все это было сделано, потому что кто-то поручил. Но в противном случае ничего нет, кроме как разве они встречаются иногда в разных местах. Но ни одна из этих встреч по-настоящему не затрагивает проблемы, о которых говорят, так сказать, не классические философы, не классические мыслители. Я думаю, что слово религия является камнем преткновения. Нет, если не говорить о религии, религия может быть проявлением эмоций. Это другой вопрос. Но мы можем спросить, что представляет собой это мироздание? В чем его предназначение? Кто его создал? Как? Разве это не научные вопросы? Это другая проблема. Все, что они относят к философии, они называют наукой, гуманитарной наукой, естественными науками. Они думают, что этого достаточно, чтобы удовлетворить научный интерес. Я думаю, что с этой точки зрения они организуют большие конференции, где выбирают какую-то тему, разные люди приходят, приезжают туда. Итак, организация вдохновляет, стимулирует некую деятельность и в конце концов выносит резолюции разными комитетами в разных странах. И тогда люди, какие-то люди приезжают и выступают там. Но в большинстве своем эти встречи очень редки, кроме как когда они праздновали юбилей Аурабинда в прошлом году, или когда они праздновали столетие Рама Кришны в этом роде. Но не всегда. О Кришне не говорят. Нет, не говорили до сих пор. Потому что с их точки зрения они должны доказать с исторической точки зрения даты, сколько столетий. Все это описано в шастрах. Я знаю, если это можно так подать. Допустим, кто-то подает такую заявку, что мы будем отмечать трехтысячелетия или четырехтысячелетия. Но таких шагов никто еще не сделал. Но такую идею можно предложить. Допустим, ООН является организацией всего человечества. Если я попрошу объединенной нации как организацию, если я спрошу у них, в чем предназначение этого космического проявления, это факт. Оно существует. Ученые тоже пытаются понять этот вопрос. Итак, есть множество ученых, философов. Каков их ответ? Допустим, мне хочется что-то узнать. У кого мне спросить? Если вы хотите спросить... Дело в том, что единственная организация, которая имеет дело с культурой, а следовательно с философией, религией, искусством, музыкой, это ЮНЕСКО Парижа, а не Нью-Йорка. Если вы предлагаете такой вопрос, вы получите какой-то ответ от одного из директоров, который скажет, таких предложений еще не поступало. Но если поступило такое предложение, скажем, если это предложение поступит от кого-то из членов, из 126 или 127 членов, и если оно будет принято на общей конференции, и оно пройдет... Обычно что происходит? Одна сторона представляет, и затем мы высчитываем, что это потребует в плане затрат, сколько людей будет приглашены, и какой-то план будет составлен. Если это сделать, да, они скажут, что да. Такое исследование должно быть сделано. Сектантский вопрос. Нет, нет, нет. Почему? Почему это нужно представлять пардхасардхи? Даже представители из Америки, или из Англии, или из Франции может это сделать. Дело в том, что, поскольку это правительственная организация, единственный ответ, который вы получите на такой вопрос, будет очень вежливым, но никаких действий не будет предпринято. Действия будут предприняты только если правительство представит эту идею. В этом проблема. Есть много идей, которые выдвигаются. Очень много. Но люди должны представлять их официально. А какое вы там занимаете положение? Сейчас я консультант. Я был постоянным членом персонала долгое время. Сейчас я выполняю для них какие-то проекты, и я являюсь преподавателем по временному контракту, я также писатель. Так я связан с ЮНЕСКО, так что я не могу быть постоянным членом персонала, как раньше это было. Но мы не хотим лишь сделать предложение. Дело в том, что я хочу, чтобы многие люди науки, философы, разумные люди, допустим, если я вас спрошу, что вы мне ответите? В чем предназначение? Мы видим это мироздание. Мы видим Вселенную. Есть несчислимые планеты в этой Вселенной. И они совершенным образом организованы. Все очень хорошо, тонко отстроено. Солнце встает вовремя. Луна поднимается вовремя. Времена года меняются. Очень совершенная организация. Разве не будет уместным вопрос, в чем предназначение этой организации, всего этого мира порядка? Ну, предназначение в том, чтобы понять себя по отношению к космосу. Да. И поэтому все остальное не имеет ценности, если не связано с совокупным, с целым. Но связь уже есть. Потому что, как Солнце является частью космоса, я тоже являюсь одной из частей. Почему Солнце создано? Почему я создан? В чем предназначение? Вот мой вопрос. Связь уже есть. Дело в том, что я часть этого творения. Почему я создан человеком, другой создан слоном, кто-то создан Брахмой, другой муравьем. Столько форм жизни. Почему? Предназначение жизни? Да. Я не думаю, что кто-то задумывался об этом вопросе. Это непременно необходимо. Но есть такие люди, есть много философов, ученых. Почему они не пытаются думать об этом? О предназначении. Что ж, некоторые пытались говорить о предназначении бытия. О том, что мы маленькие существа, не имеющие значимости. Мой вопрос в том, почему вы маленькое существо, а другое большое существо. Некоторые люди скажут, что это вследствие нашего прошлого, наших прошлых связей, наших реинкарнаций. Карма. Карма, да. Точно так. То, через что мы прошли. Мы плоды наших прошлых поступков. Да. Это факт. Это правда. Потому что мы получаем всю эту информацию из ведических писаний. Карма, да иванеттрина. Вы понимаете санскрит? Немного. Карма, да иванеттрина. Живое существо получает тело в результате своей кармы и под наблюдением высшей власти. Когда мы говорим о карме или результате кармы, мы должны также предположить, что существует тот, кто будет судить. Например, человек что-то украл, и судья судит карму, то есть тупление этого человека. И он выносит приговор, либо посадить его в тюрьму, либо освободить. Как только мы говорим о карме, мы должны также говорить и о том, кто будет судьей. И про судью сказано, да иванеттрина. Да иванеттрина. Да иванеттрина, значит, божественное око. Итак, кто же этот, это божественное око? Этот вопрос логичен, как только мы говорим о карме и о последствиях кармы. Мы должны также говорить о том, кто наблюдает, о неком божественном судье. Кто является этим судьей? Мы должны двигаться дальше. Но такого рода образования нигде не дают в мире. По крайней мере, здесь. И здесь, и в Индии, нигде. Да, никто. Это означает, что люди стали настолько тупы, несмотря на так называемое образование. Это правда. Вот о чем я хочу сказать. Образование просто ограничивается книжным знанием. Люди просто читают, готовятся. Шрам Эвахи Кевалам, об этом сказанном Шримад Бхагаватам, это просто пустое времяпрепровождение. Шрам Эвахи Кевалам, все действуют. Дхарма, Сванушки Та. Согласно ведической цивилизации, есть четыре сословия людей. Браманы, Кшатри, Ващи, Шудры. И также духовные уклады. Брамачари, Грихастха, Ванапрастха, Саньяса. Итак, у каждого, в соответствии с его положением, есть определенные обязанности. В Бхагаватам говорится, что даже если человек в совершенстве исполняет свой долг, но не пробуждает своего сознания Кришны, все, что он сделал, это просто бесполезная трата времени. Итак, то, о чем мы хотим сказать, это то, что ЮНЕСКО, Организация Объединенных Наций, или просто впустую тратит свое время. С практической точки зрения, они не способны ничего сделать. Потому что изначальная идея заключалась в том, чтобы остановить войну. Но война продолжается. Люди продолжают сражаться друг с другом. Они не смогли остановить это. И ООН, на самом деле они все больше разъединяются. Пакистана не было раньше. Вы очень хорошо знаете. Лахор был в вашей стране. Сейчас другая страна. Таким образом, решения не может быть никакого. Мы должны знать центр. И этим центром является Кришна. Мы не сами выдумали эти идеи. Бхагавадгита – это авторитетная книга. И там говорится, на самом деле, если мы хотим мира, Шанти, мы должны знать эти три вещи. Господь Кришна – Верховная Личность Бога. Он – наслаждающийся Бхукта. Как это называется? Благожелатель. Поскольку Он – владелец. Сарвалока Махешварам. И Он – друг всех. Сридан Сарвудхана. Гятва. Зная это. Мам. Меня. Говорит Кришна. Шанти Мричхати. Достигает Шанти. Это Шанти. В противном случае, эти так называемые конференции, эти большие кабинеты, высокие зарплаты, посты, никогда не принесут успеха. Да, это верно. И эта основа, которая является сути всего – лишь три истины. И это как раз то, чего они хотят избежать. Да. В этом их невежество. Другими словами, все остальное – это план или оправдание избежать, убежать от себя. Иными словами, это ассоциация обманщиков и обманутых. Кто-то хочет обманывать, другие же становятся обманутыми. Только и всего. Таково наше мнение. Как же такое сообщество обманщиков и обманутых может принести какое-то благо человеческому обществу? Они обманщики. Они не знают, как достичь мира. Они пытаются достичь мира по-своему. Поэтому они обманщики. Вы не знаете предмета, как это сделать. И вы пытаетесь это сделать. Это означает, что вы обманщик. Может быть, это очень крепкое слово, но факт остается фактом. Почему вы должны пытаться сделать то, в чем вы не квалифицированы? Вот наше возражение. Что ж, многие люди скажут, что один лишь интеллект, что является оправданием не углубляться в себя, это уже сама по себе техника, которая стоит того, чтобы ей воспользоваться. Они говорят, что важно только то, что можно рационально объяснить. Все, что выходит за пределы нашей логики, но это вполне логично на самом деле. Все, вот этот стол, все, что мы видим, сотворено. Этот стол сотворен, свет сотворен. Все это кем-то сотворено. Как я могу отрицать этот факт, что кто-то сотворил всю Вселенную? Если вы говорите, что она возникла сама по себе, упала из ниоткуда, это просто невежество, это обман. Вы должны признать, что кто-то это сотворил. Да кто же этот кто-то? Вы не сотворили, я не сотворил. Это сотворили не американцы, не англичане, не вы, не я. Но мы можем понять, что кто-то это сотворил. Кто же будет владельцем? Кому же это будет принадлежать? Я или творец? Кто будет владельцем? Творец. Почему же мы тогда объявляем чужую собственность своей? Говорим, что это моя страна, это моя страна. И при этом мы, негодяи, организуем ООН. Это не принадлежит никому, это никому не принадлежит. И эти мошенники объявляют, это мое, это мое, это мой флаг. Поэтому они все обманщики. И они собираются, они пытаются обманывать других. Насколько я могу тебя обмануть? Я американец, как я смогу тебя обмануть? Русские думают, да, я тоже обманщик, как я смогу тебя обмануть? Вот что происходит. Обманщики обманутые. И они попросту тратят свое время. Разве это цивилизация? Когда вы становитесь обманщиком или обманутым, тратите в пустую свое время на так называемых конференциях. Разве это цивилизация? Как вы считаете? Да, я думаю, именно так, как вы сказали. Американцы обманули индейцев. Они захватили их землю. Теперь они объявляют это своей землей. Откуда у вас эта земля? Вы обманули индейцев. И вы провозгласили это своей землей. И никто не должен сюда приезжать, вы говорите. И везде так. Наполеон думал, Франция моя. Франция по-прежнему существует. А где сейчас Наполеон, владелец? И за эту идею он так сражался. Сейчас никто не знает, кем он стал. Где он живет? Во Франции или в аду? Может быть в раю? Но есть столько мест и столько форм жизни. И наша Бхагавадгита говорит, Тадхады Хантарам Праптих. К примеру, сейчас я нахожусь в этом теле. У ребенка другое тело. Все мы некогда находились в теле ребенка. Где сейчас это тело? Сейчас этого тела нет. Но я существую. Вы существуете. И вы знаете, что у вас было такое тело. Вы тоже играли как этот ребенок. Я тоже помню. Тело этого уже не существует. Но я существую. Теперь у меня другое тело. Разве это трудно понять, что когда придет конец этого тела, я получу другое тело. Разве это трудно понять? И Бхагавадгита говорит, Тадхады Хантарам Праптих. Так же, как мы меняем одно тело на другое в течение нашей жизни, точно так же, как только придет конец моему нынешнему телу, я получу другое тело. Сейчас я в этом теле действую, как член какой-то нации, как Наполеон, как Ганди. У меня есть какие-то свои идеи и предпочтения. Я сражаюсь в ЮНЕСКО, как представитель Пакистана, Индии. Но как только мое тело перестанет существовать, так же, как перестал существовать Ганди, Джейна. Какое тело сейчас у него? Может быть, совсем и не индийское или пакистанское. Сейчас в новом своем теле он думает, в соответствии с тем, какое тело он получил. Собака думает в соответствии с телом собаки. Человек думает в соответствии с телом человека. Так мышление и все остальное меняется со сменой тела. Например, этот ребенок, он не может сосредоточиться, потому что у него такое тело. Другие взрослые люди, они могут сосредоточиться. Итак, ребенок должен получить другое тело, чтобы у него появились другие умственные способности. Иными словами, со сменой тела меняются и наши умственные способности. Таким образом, если в этом теле я думал о Франции, если следующее тело, которое я получу, родится не во Франции или, может быть, будет нечеловеческим, я буду думать совсем о другом. Следовательно, вся моя жизнь, которую я прожил с определенными идеями, просто прожита зря. Они этого не знают. Этого знания нет. Этому не учат в университетах. Нигде. Люди просто тратят попросту свое время. Без толку. У них нет совершенного знания. Они тратят свое время зря и играют в игрушки, как дети. При этом называют себя прогрессивной цивилизацией и так далее, и так далее. Сейчас они должны задуматься. Они должны держаться лишь за свои утопичные идеи. Они должны понимать, в чем предназначение жизни, какова наша связь с этим мирозданием. «Должен существовать творец. Кто он? Каковы мои отношения с ним?» Есть много вопросов, но они пренебрегают ими. И тем не менее, их называют учеными, философами, политиками, лидерами. Да, это худшая сторона правительства, потому что они стоят все, как вы сказали, на своих позициях. Как бы оно ни было, мы обсуждаем этот момент. Иллюзия, в которой находятся люди. Но человеческая форма жизни предлагает возможность выбраться, избавиться от этой иллюзии. У нас сейчас есть достаточные источники знания, особенно ведического знания. Так почему бы нам не воспользоваться этим знанием и не достичь успеха в своей жизни? Таково мое предложение. И мы трудимся в этом движении сознания Кришны именно с этой целью, чтобы эти люди, которые упускают суть и тратят свое время и жизнь без необходимости на преследование каких-то иллюзий. Мы пытаемся спасти их в этом предназначении нашего движения сознания Кришны. Я разговаривал со многими христианскими священниками. Естественно, во время обсуждения я спрашивал их, что в вашей Библии сказано «не убей». Почему вы строите скотобойни? Они не могут дать должного ответа. Они пытаются уйти от ответа и продолжать поддерживать мясную промышленность. На такой вопрос трудно ответить. Когда я спросил у группы священников на встрече, посвященной юбилею одного из ведущих католических мыслителей Шеддера, я спросил его о Нагорной проповеди, ссылаясь на сходство между учением этой Нагорной проповеди и индуизмом. Он сказал, понимаете, суть в том, что Нагорная проповедь не предназначена для всех. Она предназначена лишь для избранных, для нескольких людей. И поэтому большинство из нас, включая нынешнюю компанию, он сказал, не может использовать эти наставления в повседневной жизни. Я сказал, вы хотите сказать, что только для монахов это учение? Он немного замешкался и сказал, в общем-то да. Я сказал, а я думал, что это предназначено для всех, и что все могут следовать этому учению. Он сказал, ну, это слишком опасное учение, чтобы давать его всем. Вот представьте себе. Поэтому я говорю, обманщики и обманутые. Точно так же. Ученые недавно в Лос-Анджелесе, в Калифорнийском университете один профессор, знаменитый ученый, Нобелевский лауреат, он на своей лекции говорил, он написал одну книгу, за которую он получил Нобелевскую премию «Эволюция химических веществ». И он хотел доказать, что жизнь возникла благодаря сочетанию химических элементов. Такова его теория. Как теория Дарвина. Жизнь происходит из материи или из химических элементов. Итак, выслушав эту лекцию, там находился один профессор, он тоже доктор химических наук, он мой ученик. И он спросил, если я предоставлю вам все эти химические элементы, сможете ли вы произвести жизнь? Представьте себе, он предлагает, он говорит, что жизнь возникла из химических элементов, а когда ему задают вопрос, если мы дадим вам эти химические элементы, можете ли вы произвести жизнь? Он отвечает, я не могу этого сказать. Вот что происходит. Если вы не можете сказать, так почему вы говорите тогда? Почему утверждаете, что жизнь возникла из химических элементов? Когда в практических вопросах их загоняют в угол, они начинают отрицать. Их называют философами, ученые.